Привет, с вами Тимур Асланов и видео заметки о переговорах. Что делать, если на вас давят эмоциями? Манипуляции в общении, приемы противодействия. К такому приему манипуляции, как эмоциональное давление, прибегают очень многие люди, и в деловом общении, и в личном. Вариант первый – гнев. Вы хотите обсудить с человеком какой-то рабочий или личный вопрос, он не согласен с предлагаемыми вами вариантами решения, но понимает, что у него нет аргументов, чтобы противостоять вашей точке зрения. Тогда в ход идет гнев. Человек начинает себя распалять, повышает голос и в итоге переходит в конфликт. Ты что, блин, не понимаешь, что сейчас не время обсуждать этот вопрос? Ты всегда все делаешь не вовремя, – начинает вдруг кричать жена в ответ на ваше предложение обсудить что-то важное, но неприятное для нее. Неужели вы не видите, что ваш вариант абсолютно неприемлем для нас, – кипятится ваш начальник? Идите и продумайте, как следует, свои аргументы, и не приходите больше сюда неготовым. И вы уже думаете о путях отступления, вы уже пытаетесь не вопрос обсудить, а успокоить оппонента или помириться как-то с ним. Не переживайте за них. Как только вы выйдете за дверь, он или она моментально успокоятся, потому что проблему свою они решили, отложили решение неприятного вопроса на неопределенный срок. Если вы боитесь жену или начальника, если у вас внутри нет твердого стержня, вы в следующий раз, может быть, вообще этот вопрос не станете поднимать, опасаясь новой вспышки гнева. А им только того и надо. Вариант второй – слезы. Вы вызвали к себе на ковер сотрудницу, чтобы обсудить с ней, почему она не выполнила план продаж в этом месяце. Вы только начали разговор, а она – давай реветь три ручья. И вот вы уже не начальник, решающий управленческий вопрос, а злобный абьюзер, доводящий подчиненных до слез. При том, что вы ничем ее не обидели и голос не повышали. Она просто так себя защищает, потому что слезы – сильное оружие. Очень многие люди плохо переносят, когда при них кто-то плачет. И также стараются поскорее человека успокоить, чтобы прекратить эти всхлипывания и водяные потоки. Конечно, это нечестный прием со стороны сотрудницы, и применяет его она потому, что балбесничала весь месяц и провалила продажи. Но сказать руководителю об этом честно она боится. Как противостоять манипуляциям? Что же делать, если против вас применяют эмоциональное давление? Нужно игнорировать полностью эмоциональную составляющую и делать вежливое, но твердое замечание собеседнику, называя вещи своими именами. Иван Николаевич, я хотел обсудить серьезный вопрос о покупке новой техники в наш отдел и не понимаю, почему в ответ вы повышаете голос. Давайте спокойно обсуждать аргументы и искать правильное решение. Лена, ты злишься, потому что просто не хочешь принимать предлагаемый мной вариант. Давай мы без эмоций проговорим все плюсы и минусы, а потом спокойно примем решение. Юля, у вас серьезное падение продаж в этом месяце. Я хочу поговорить о том, почему это произошло и что мы можем сделать, чтобы в следующем месяце продажи выровнялись. Но ваши слезы мешают конструктивному разговору. Выпейте воды, успокойтесь и давайте продолжим беседу. Чего не надо делать? Не надо кричать в ответ, оскорблять, материться, переходить на личности. Не надо ослаблять хватку и отменять обсуждение вопроса из-за того, что кто-то плачет или якобы не в духе. Дайте понять Юле, что перенести разговор на другое время из-за того, что она плачет, не получится. Вы подождете, пока она успокоится и все равно обсудите ее промахи. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Расланов. Пока!